Привет, Сергей Демиденко, старая школа массажа и гостоправства, система ГИС. Итак, первый принцип мы уже как бы освоили. Я хоть и проработал уже 30 лет с людьми, по-прежнему остаюсь человеком достаточно наивным и доверчивым. Поэтому я уже естественно предполагаю, что вы старались, работали над собой и первый принцип освоили. Первый принцип нашей системы, то есть выплачивание ладони и разделение ощущений в ладони, в самих тканях, которые сдавливаются и смещаются, от тех ощущений, которые возникают в нашей коже при контакте с кожей клиента. Таким образом, мы уже создали из нашей ладони рабочий инструмент массажиста. Теперь пришло время научиться этим инструментом владеть, хотя бы в каком-то приближении. Так вот, для этого нам нужна простыня. То есть, в принципе, годится любая ткань, но лучше всего хэбэшная простыня и лучше несколько раз постиранная, потому что она мягче. И нужна поверхность, какая-то достаточно большая, ровная поверхность. Лучше бы она была чуть-чуть широковатой, потому что на совсем полированном это будет неудобно. Не то, что невозможно, но неудобно для начала. Так вот, берем такую вот ровную поверхность, кладем на нее простыню, несколько раз постиранную, то есть относительно мягкую хэбэшную простыню, не важно какого цвета, и помня о первом принципе, то есть выплащивая нашу ладонь и расслабляя пальцы, мы начинаем по этой простыне ладонь перемещать. Обращаем внимание на то, как реагирует простыня на передвижение нашей ладони. А реагирует простыня так, я не знаю, будет ли там видно, но я надеюсь, что будет. Реагирует простыня так, что перед пальцами, перед ладонью возникает валик, валик ткани, который мы нашей ладонью толкаем перед собой. Именно в этом заключается второй принцип, в ровном движении ладони. Это движение, оно является самым главным движением в нашем массаже. Это то самое движение, которое позволяет растереть поверхность кожи человека, а при этом одновременно и размассировать все эти ткани, которые под кожей лежат. Для того, чтобы это растирание, этот массаж был равномерным по всей поверхности, мы должны научиться ровно передвигать нашу ладонь. Не отрывать ее от поверхности, не дергать ее, потому что движение должно быть ровным, мощным, однородным, все время одинаковым. Благодаря этому мы создаем очаги возбуждения в коре головного мозга, надавливая на кожу и растирая кожу. И эти возбуждения, эти сигналы одинаковы везде. То есть, с одной стороны, ровным надавливанием мы диагностируем состояние человека, а с другой стороны, ровным надавливанием везде мы равномерно возбуждаем его нервную систему. То есть, добиваемся той реакции нервной системы человека, периферической, регитативной, симпатической, которая нам нужна. Она нужна, естественно, как мы помним, нам нужно расширение капилляров, нам нужно ускорение кровообращения, нам нужно открывание пор, более усиленное выделение пота, усиленное выделение жира и много-много-много других полезных вещей. Все это мы добиваемся ровным, монотонным передвижением ладони. С учитыванием первого принципа. То есть, мы не просто ездим ладонью, не торопясь по этой сей поверхности, а мы еще при этом концентрируемся на том, чтобы ладонь была плоской, расслабленной, и расслабленным было запястье тоже. Ну и высота предплечья, как вы помните, должна быть не слишком большой. Так вот, когда все эти первые элементы уже выполнены, и мы начинаем не торопясь толкать ладонь вперед, то перед ладонью, как я уже говорил, появляется валик. Это очень важная деталь. Именно эта деталь показывает, что наше перемещение, оно как раз такое, каким должно быть. То есть, мы толкаем ровно, уверенно и придавливая с одинаковой силой ладони к поверхности. Если наше придавливание будет разным, то этого вальга не будет, или же получится что-нибудь не то. То есть, например, может переместиться сама поверхность, может поехать, например, за ладонью. Это значит, мы слишком сильно давим туда, и этого делать не надо. Или же она вообще никаких следов не будет, передвижение ладони, никаких следов на ткани не будет оставлять. То есть, ткань не будет перемещаться. Значит, ладонь наша придавливает слишком слабо. А вот когда всему миру, то тогда мы видим очень быстро, что перед пальцами идет валик собравшейся ткани. И этот валик мы толкаем перед собой. Куда бы мы ни двигали ладонь, в какую бы сторону мы эту ладонь не перемещали, валик появляется везде. Причем, если мы слишком быстро толкаем ладонь, то эти валики, они уходят под ладонь, и они заминаются. То есть, получается, как бы их несколько штук. Это тоже ошибка. Он должен быть один. Он должен равномерно перемещаться перед нашей ладонью. Очень, ну, в принципе, наверное, да. Важно поначалу двигать ладонь вот таким макаром. То есть, не вперед от себя, так, как мы массируем человека, а в стороны. Потому что площадь соприкосновения тогда больше, и нам проще поймать вот этот вот несчастный валик. Должен сказать, что поначалу, хотя и кажется это довольно просто, поначалу он выходит далеко не у всех. Не всегда удается с самого начала вот его поймать, и не всегда удается с самого начала его равномерно перегонять, пока хватит руки. Поэтому, я и говорю, лучше всего, если поверхность ровная и чуть-чуть шероховатая, и лучше, если простыня хэбэшная и уже постиранная, то есть, использованная. Ее тогда будет проще передвигать, ее будет проще перемещать. Разумеется, можно использовать все, что угодно. Можно взять, например, в меру упругую постель. И двигать точно так же по постели. Совершенно. Можно попытаться гладильную доску, но на гладильной доске несколько сложнее. Я, кстати, и пытался поначалу снять это движение на гладильной доске, но в силу того, что она там амортизирует, там довольно большая прослойка всей этой ваты, синтепона или не знаю чего, в силу этого там сложнее идет контакт. Лучше, если под простыней поначалу нет ничего. Твердая поверхность и простыня. И мы гладем нашу ладонь и толкаем ее вперед. Сохраняя, естественно, первый принцип. Таким образом, мы научаемся принципу второму. Правильному перемещению ладони по коже человека. Ровное монотонное надавливание. Без этого успеха в растирании не будет. Это и есть второй принцип. Эти принципы, их всего несколько штук, позволяют нам, наши руки, превратить в рабочий инструмент, овладеть этим рабочим инструментом, чтобы потом можно было показывать чудеса в работе. Все очень просто. Простыня, стол и ладонь. Попробуйте, это несложно. Сергей Тимеденко. Старая школа массажа и гостоправства.